Петук, а утро... А-а-а! Это грязно. А у вас как петук? Ку-ку-ку-ку! Ку-ку-ку! А утро? Ку-ку-ку-ку! Конечно! А что? А вот так, 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 а вечером так. А-а-а! Каждое утро. Над особенностями произношения пения петуха разными народами, участники международного лакейшн-тура смеются, находясь в Солонешинском районе. Это одна из точек первой для нашего региона экспедиции для кинематографистов. В их числе президент известной международной кинокомпании Анджела Сконда. Он впечатлен разнообразием локаций, которые идеальны для натурных съемок. Крутое, крутое, красота, великолепно. Мы не ожидали, что увидим такую красоту. Немало мест в крае, по мнению экспертов киноиндустрии, не просто красивых, а подходящих для съемок фильмов. Та же Белокуриха напоминает кусочек Европы, Солонешинский район, Новую Зеландию, Куринский – Китайскую Манчжурию, а наше Белое озеро – Вторая Карелия. Но только прекрасными видами не обойтись, говорят кинематографисты. Для съемок профессиональных фильмов нужна инфраструктура. Где именно можно разместить группу, ну пусть даже не 50 человек, пусть чуть поменьше, но в любом случае, чтобы разместилась группа, чтобы была возможность иметь офис для работы, для того же сброса материала, вот, для того, чтобы корректировать работу съемочной группы, питание и актеров, и съемочной группы. И, это что немаловажно, размещение даже на парковке, каравана, потому что это ведь не один автобус с актерами, а это еще и караван спецтехники. Специалисты говорят, если в регионе полностью отстроят кинопроцесс, то у края есть шансы войти в число регионов-лидеров по производству фильмов, как, например, Якутия. Она после Москвы и Питера на третьем месте по числу кинопроектов и скоро там начнут строить современный павильон для виртуальных съемок. В развитие индустрии активно вкладываются частные инвесторы. В нашем крае, как выяснилось, тоже есть спонсоры, готовые включиться в авантюров. У нас сейчас есть предварительная договоренность, называть компанию, пока у нас договор не подписан, мы не будем. Потом обязательно озвучим этих замечательных людей и сделаем все, чтобы они не пожалели о затраченных средствах. Как показывает практика в других регионах, как только случается первый успешный проект, бизнес понимает, что это выгодно на самом деле. Это прекрасный способ продвижения компании на самом деле. Интеграция компании в кинопродукты. Обкатать процесс решили при создании веб-сериала «Чуйский тракт». Для него во время питчинга с участием одного из руководителей кинокомпании СТВ уже отобраны сценарии, которые сейчас шлифуют. И уже в этом августе пройдет кастинг актеров, а осенью приступят к съемкам. Кинопроцессы – это кинотриады, я всегда говорю. Это образование, это производство, это кинопрокат. Вот по всем этим трем точкам сейчас должны быть предприняты шаги. То есть расширение сети кинозалов, обучение ассистирующего состава на киноплощадку, ключевые точки осветителя, звукорежиссера, помощника режиссера. И в то же время и кинопрокат у нас. Сеть залов, я уже сказал, не очень большая, ее нужно расширять. К маю должен быть готов пилот сериала, а дальше прокат. Эксперты говорят, от качества данного контента и успеха в его продвижении зависит в целом развитие кинематографа на Алтае. Шанс упустить нельзя, ведь это может быть определенным драйвером для экономики региона. Так бюджет одного только фильма «Волки», который в ближайшее время начнут снимать в Горном Алтае, превышает 72 миллиона рублей. Что касается нашего края, то после локейшн-тура готовность снимать у нас сериал выразила итальянская кинокомпания. Елена Макаренко, Дмитрий Денисов. День с толком.